Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацатурян на Первом медицинском канале. Мулкиджанян Армен Яковлевич, доктор биологических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ по совместительству, постоянный сотрудник-исследователь и преподаватель университета Оснабрюка в Германии. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова в 1980 году. Научные интересы профессора Мулкиджаняна лежат в области изучения молекулярных механизмов и эволюции энергетического обмена в живых клетках, энзимологии и биофизики мембранных белков, а также их сравнительной геномики. Армен Мулкиджанян – участник и ключевой спикер ряда международных конгрессов по биоэнергетике и происхождению жизни на Земле. Научный руководитель свыше 10 российских аспирантов, выполнявших исследовательскую часть работы в университете Оснабрюка. Автор более 100 публикаций в высоко цитируемых международных периодических изданиях. Профессор Мулкиджанян сегодня в нашей студии. Добрый день. И расскажет нам о том, какие есть возможности влияния на широкий спектр патологий через одну очень важную органеллу, о которой уже однажды шла речь в этой студии, в нашей программе, правда, исключительно в связи с противораковой терапией. Речь пойдет о митохондриях. Это внутриклеточные структуры, которые есть у всех клеточных организмов, от зеленых фотосинтезирующих растений до человека. Наша программа рассматривает человека как объект природы, а не только социальный объект. И на митохондрию мы сегодня посмотрим несколько с другого ракурса, кроме того, что всем известно, что это энергетические фабрики клетки. Правда, это не просто штамп, а здесь очень важные, завязаны ключевые моменты. Очень часто меня спрашивают мои знакомые, и небиологи еще чаще, что такое ионы Скулачева, как они действуют, и правда ли, что они действуют. Я начинаю из памяти какие-то извлекать отрывочные сведения, почерпнутые в основном из многочисленных выступлений самого Владимира Петровича. Но вот сегодня в нашей программе речь пойдет и об ионах Скулачева, и о митохондриально направленных лекарствах, и молекулярном механизме их действия. Пожалуйста, Армен Яковлевич, и не будем скрывать от зрителей, что мы давно знакомы и на «ты». Я думаю, что на сути вашего рассказа это никак не скажется. Очень давно знакомы. Пожалуйста. Большое спасибо за приглашение и за предложение рассказать о неких наших работах, связанных с ролью, очень такой своеобразной, необычной ролью митохондрии. Это отнюдь не основное, что мы делаем, но все-таки я думаю, что что-то полезное я рассказать смогу. Я разжился вот таким эпиграфом, не очень политически корректным, чем вы лечите своих ушей. Эстетически корректно. Эстетически корректно, а ничем. Они у меня не болеют. Митохондрии, они, с одной стороны, живут в наших клетках, с другой стороны, они немножко отдельно. Я об этом буду говорить. Сами по себе. Они у нас гости. И вот и речь о том, как эволюционные гости, как лечить своих гостей. И вот об этом будет сегодня разговор. Мой доклад построен следующим образом. Я начну с некого совершенно общего введения в биоэнергетику, поскольку митохондрии – это органеллы, которые завязаны в преобразовании энергии. И я воспользуюсь этим введением для того, чтобы ввести некоторые понятия, некие предметы, которые мне потом понадобятся. Я вот объединяю эти две задачи. А потом мы рассмотрим представление о разнообразных ролях митохондрии в клетке. И в самом конце я представлю некую последнюю нашу работу, которая немножко дополняет наше понимание роли митохондрии в клетке. Я начинаю с самого-самого общего введения. Из школьного учебника. Соответственно, биоэнергетика – это про то, как организмы производят молекулы АТФ, аденозин-3-фосфат. Это такая энергетическая валюта в клетке. И ферменты, нуждающиеся в энергии для проведения каких-то реакций, они умеют из молекул АТФ эту энергию извлекать. Они ее расщепляют на АДФ и фосфат. Выделяющийся энергии используют. АДФ потом опять присоединяет фосфат в других реакциях и регенерируется. Через человеческий организм в сутки разлагается 40 кг АТФ. Естественно, у нас нет такого количества АТФ, но он все время образуется, разлагается. И вот это есть некий биоэнергетический круговорот. И отвечает за этот круговорот как раз митохондрии. Если мы возьмем клетку, разрежем ее, в ней существуют разнообразные органеллы. Вот красным здесь покрашены митохондрии. Они отвечают за синтез АТФ в животной клетке. У зеленых растений еще и хлоропласты, которые тоже делают эту работу, используя энергию света. А вот у животных есть только митохондрии. И в чем суть? Суть в том, что в митохондриях идет целый комплекс сложных реакций, смысл которых сводится к тому, что от органических веществ, которые поступают к нам в качестве пищи, отбираются электроны и доставляются на кислород, взаимодействуют с кислородом, с образованием воды. Четыре электрона связываются с кислородом, с двумя протонами, и с четырьмя протонами образуются две молекулы воды. И вот эта шкала, которая здесь, это шкала редокспотенциала, перепада энергии, которая при этом выделяется. Так вот, верхний уровень этой шкалы, уровень, на котором находятся электроны в молекулах пищи, условно говоря, он соответствует примерно, даже чуть ниже, уровню водорода. То есть, а здесь для сравнения приведена картинка, где водород взаимодействует с кислородом, и вы все понимаете, опять же, со школы, что это гремучий газ, происходит взрыв, выделяется огромное количество энергии, и, собственно, функция митохондрии взрыва избежать. Потому что так много энергии никому не нужно. Поэтому митохондрия, вот этот огромный перепад энергии, делит на кусочки, примерно соответствующие энергии одной молекулы АТФ, и использует для синтеза молекулы АТФ. Это такой, на самом деле, трансформатор напряжения. То есть, у нас вот здесь большое напряжение, и оно трансформируется в много маленьких кусочков, и это используется для синтеза АТФ. Происходят все эти реакции в мембранах, и если разрезать митохондрия, она вся пронизана вот такой системой мембран. Это рабочие мембраны, где происходят биоэнергетические реакции. Чем больше площадь этих мембран, тем больше производительность митохондрии. Поэтому такая сложная мембранная структура. Мембраны биологические, опять же, в качестве вводной, они образованы молекулами липидов. Липиды — это молекулы, которые есть полярная голова, охотно взаимодействующая с водой, и жирные, гидрофобные, нежелающие иметь дело с водой, хвосты. Хвостов обычно два. И липиды бывают двух типов. Бывают с насыщенными химически хвостами, которые ни в какие реакции вступать не могут. А бывают такие хвостики, у которых где-то есть двойная, химическая двойная связь, и по этой двойной связи липиды могут окисляться. И это такая очень нежелательная реакция, потому что свойства липидов тогда меняются, и это, в общем, некий вид повреждения. Но без таких липидов с ненасыщенными хвостами тоже жить нельзя, потому что они более гибкие, и они придают некую живость биологической мембране, то есть она не твердая, а такая эластичная, полужидкая. Без этого тоже нельзя, поэтому приходится мириться, что у нас есть вот такие подверженные окислению липиды в наших мембранах. Вот как все это выглядит вместе. То есть вот биологическая мембрана, в нее устроены комплексы, которые по очереди передают друг другу электроны и запасают энергию. Иногда эти комплексы взаимодействуют друг с другом, но об этом мы говорим в конце лекции. И вот есть фермент, который умеет делать молекулы АТФ. Как сопряжены все эти ферменты друг с другом? Как обеспечивается передача энергии от одних комплексов к машине, которая делает АТФ? Это вот судьба энергетики, о которой я много рассказывать все равно не смогу, но я хочу сказать, что еще надо упомянуть, что эти комплексы сопряжены между собой. Им надо передавать электроны друг к другу. И в передаче электронов от одного комплекса к другому по цепочке участвуют два типа молекул. Есть молекулы, которые легко принимают и отдают электроны и растворены внутри мембраны. Они гидрофобные, они водонерастворимые. Это коэнзим-Ку, он же убихинон, он же медицинский препарат КУ-10, который продается во всех аптеках. Он переносит электроны от одного белка к другому. В каких-то других случаях, потому что комплексов, как я говорил, много, эта реакция осуществляется так называемым цитохромом С. Это маленький белочек, который бегает по поверхности мембраны, водорастворимый белок, тоже легко принимает электрон, отдает. Вот это такие медиаторы электронного переноса внутри метахода. И вот нам это пригодится. Вот так выглядит убихинон. Это такая молекула с более-менее полярной головкой, содержащей атомы кислорода, которая может принимать и отдавать электроны по одному, как здесь нарисовано. То есть особенность этой молекулы, что она легко отдает электроны, легко принимает электроны. Хвост очень длинный, очень жирный. И благодаря этому хвосту эта молекула очень жестко закреплена в мембране. И хвост лежит вот здесь, между двумя слоями липидов. Вот у него такая позиция. Как сопряжены реакции переноса электронов синтезом АТФ, придумал английский ученый Питер Митчелл, который высказал совершенно сумасшедшую на то время гипотезу, предельно сумасшедшую, что, собственно, перенос электронов, ну сейчас, наверное, в школьные учебники входят, мои дети это проходили, что перенос электронов по белковым комплексам сопрягаются с переносом протонов через мембрану. Сейчас у меня будет более понятная картинка, что какие-то ферменты качают протоны с одной стороны митохондриальной мембраны на другую, здесь протонов становится больше в штуках, и также увеличивается положительный заряд, потому что каждый протон это плюс. А с другой стороны, есть один фермент, который использует эту разность потенциалов, это как бы напряжение, как на конденсаторе, чтобы синтезировать АТФ, совершенно удивительная машина, называется АТФ-синтаз. Митчелл это предложил, по тем временам, начало 60-х годов, это был совершенно ересь, никто этому не верил, но в это поверили, в общем, одними из первых в России, Ефим Васильевич Либерман, недавно от нас ушедший, Владимир Петрович Кулачев, который совершенно бодр и замечательно работает. Вот здесь мы видим его молодым. Вот здесь я нашел его фотографию. Это год 60-е, наверное. Это где-то 60-е, 70-е годы. Я нашел фотографию молодого будущего академика Кулачева, вот из тех времен. И в этой ситуации доказать гипотезу Митчелла можно было бы, если померить мембранный потенциал. И они придумали, как это сделать. Ефим Васильевич Либерман нашел странные такие ионы, которые потом получили название проникающих ионов. Это ионы, которые, с одной стороны, несут электрический заряд, а с другой стороны, они окружены неполярными группами, жирными, и поэтому они могут проходить через мембрану. И вот таких ионов было найдено несколько. И все это, вот, Владимир Петрович, они применили для измерения мембранного потенциала. И вот здесь показаны самые знаменитые из этих ионов, тетрафенилфосфония, который плюс, и тетрафенилварат, который минус. И как это работает? Воткнуться электродом в митохондрию нельзя, она очень маленькая. Электрод ее разорвет. Поэтому просто митохондрии добавляются в некую среду, туда вводится электрод, в среду, не в митохондрии, туда добавляются эти ионы. И это вот свежая картинка. Это я нашел в статье 2012 года, мне нужна какая-нибудь картинка, я ее нашел для лекции. Ну и здесь что видно? Вот у вас есть потенциал, который отмеряется электроном, добавляются митохондрии. Потенциал сразу меняется, потому что митохондрия, она внутри, в принципе, отрицательно заряженная. Туда идут ионы тетрафенилфосфония, которые плюс. Дальше в какой-то момент мы добавляем субстрат дыхания, и у нас резко понижается потенциал, то есть 200 мВ, уже минус 200 мВ, достаточно большой потенциал. Если мы добавим АДФ, тогда начинается с инцидент АДФ, разрядка потенциала, и все это идет обратно. И вот так показали, что на мембране митохондрии есть потенциал, доказали тем самым гипотезу Питера Митчелла. И в 1974 году Дэвид Грин, великий американский биохимик, назвал эти ионы, ионами Скулачева, и под этим названием они вошли в биохимию и биофизику. И Митчелл получил Нобелевскую премию, потому что его гипотеза, какая бы сумасшедшая ни была, она была доказана. И последняя картинка изведения, просто это интересно. Мембраны потенциал, как я сказал, это минус 200 мВ, но мембраны очень тоненькие, толщина мембраны где-то порядка 5 нанометров. И если мы пересчитаем силу электрического поля, это 300 тысяч вольт на сантиметр, это такое электрическое поле, на всех мембранах ваших митохондриях все время есть, и мембраны держат это поле, их в общем в нормальной ситуации не пробивает, и мы должны быть благодарны эволюции, что так вот все удивительно хорошо устроено. Теперь, прошло 20 лет, 70-х годов, когда совершались эти великие открытия в России, и не только в России, и в 90-е годы выяснилось, что митохондрии играют важную роль еще в одной клеточной реакции, а именно в апоптозе. Что такое апоптоз? Апоптоз это программированная клеточная смерть. Это когда у организма есть необходимость избавиться от какой-то клетки, либо потому что она поломалась, и лучше ее убрать от греха подальше, либо потому что ее нужно убрать по каким-то другим нуждам. В учебниках всегда рисуют такие перепонки между пальцами младенцев, которые сначала возникают, потом исчезают. Ну вот это апоптоз. И выяснилось, что реакция апоптоза может запускаться снаружи каким-то воздействием, это внешний путь апоптоза, дальше идут какие-то реакции. А с другой стороны реакция апоптоза может запускаться и изнутри клетки митохондрией. То есть митохондрия может в определенных условиях отдать приказ на апоптоз. То есть митохондрия отдает этот приказ. Да, митохондрия может отдать этот приказ. Это было достаточно неожиданно, возникла такая новая область изучения внутреннего пути апоптоза, запускаемого в частности митохондриями. И почему митохондрии приходится отдавать этот приказ? Дело в том, что из этих комплексов, которые были нарисованы на этой картинке, два комплекса, комплекс третий и комплекс первый, я уже не буду называть, как они полностью называются, в этом нет нужды, они работая с малой вероятностью, порядка 1%, могут генерировать активные формы кислорода. То есть в нормальной ситуации, как я говорил, кислород в специальном ферменте аккуратненько взаимодействует, там 4 электрона, 4 протона, все это сваливается на кислород, получается демолекула воды. Но в принципе на кислород можно забросить 1 электрон, тогда обложится такая молекула супероксид, она может превратиться в перекись водорода, перекись водорода может распасться на 2 гидроксильных радикала, очень активных, а гидроксильные радикалы уже могут окислить любую молекулу, испортить ее, для них преграды, что называется, нет. И в принципе этот процесс образования активных форм кислорода, он в общем с малой вероятностью идет всегда, и мы, что называется, в буквальном смысле этим живем, но в каких-то критических ситуациях, окислительного стресса, каких-то травм, количество активных форм кислорода возрастает неимоверно, и тогда в общем, наверное, лучше и митохондрию эту, и клетку, в которой она находится, как-то вот элиминировать. И поэтому у митохондрии есть механизм, которым они в такой ситуации запускают процесс апоптоза. Почему? Что произойдет в митохондрии, если, например, там увеличится количество активных форм кислорода? А просто они могут взаимодействовать с ДНК митохондрии, портить это ДНК. И тут вот существенно вспомнить, что митохондрии, они не совсем наши. Дело в том, что я по роду своих занятий занимаюсь самыми ранними этапами эволюции, и это, в общем, достаточно хорошо известно, что современная клетка – это результат симбиоза между несколькими, по меньшей мере, двумя клетками, а может быть и большими. И участие митохондрии связано с тем, что в атмосфере 2,5 млн лет назад появился кислород, которого до этого не было. Видимо, вот эта бескислородная биосфера по большей части исчезла. То есть надо хорошо понимать, что это была страшная катастрофа, так как кислород – сильный окислитель, к нему никто не был готов. Но какие-то организмы выжили. И, в частности, например, какие-то бактерии научились этот кислород выдышивать. То есть если вы выдышиваете кислород быстрее, чем он к вам поступает снаружи, то у вас внутри кислорода мало или нет, и тогда можно жить. А какие-то другие клетки, которые выдышивать не научились, они зато захватили эти выдышивающие клетки, и они стали их тоже защищать от окисления кислородом, дыша за них. И медленно, постепенно установилось какое-то более глубокое сотрудничество, а именно клетки бактерии, они делали АТФ, отдавали хозяину, а хозяин их за это кормил. Вот это очень интересный момент. На секунду я бы хотела на нем заостыть внимание, потому что представления такие растиражированные, что захватили бактерии для того, чтобы делала она им энергию, потому что сами не умели делать. Нет. Это следствие, это очень важно. Значит, это следствие, а захватили, потому что дело все в кислороде, это очень важный момент. Да, дело все в кислороде, потому что, чтобы делать энергию, у бактериальной клетки очень сложная система мембран внешних. Никакой АТФ через них не проходит. То есть это вторично, да, это все вторично. А сначала все дело было в защите от кислорода. Те древние клетки, которые не умели защищать себя от кислорода, которые исчезли, их нет. Ни одного клеточного организма вот такого с ядром и без митохондрии не существует. Они пропали, исчезли. Вот эта теория эндосимбиоза современная, она была выдвинута Лин Маргулис, американским ученым в 67-м году. При этом Лин Маргулис, она очень достойная женщина. Она регулярно ссылалась на работы Константина Мережковского, который брат Дмитрия Мережковского. И он ввел понятие симбиогенеза, а именно сотрудничество разных организмов на уровне клеток. Но вот недавно выяснилось, что в 1924 году Борис Михайлович Козаполянский выпустил книжку, где подробно практически всю эту гипотезу изложил, о чем сама Лин Маргулис узнала относительно недавно. Ну, в общем, опять же, русские успели чуть раньше. Очень интересный момент. Это мы обсудили, что первая функция, скорее всего, была это выдышивать кислород. Владимир Петрович об этом писал, другие люди об этом писали. Это как бы достаточно общее место. Это все никоим образом не мое. Теперь, почему все-таки эти ферменты дыхательной цепи производят активную форму кислорода? А потому что эти бактерии, которым надо было срочно изобрести дыхание, они его изобрели, скомпоновав уже присуществовавшие ферменты, которые были до появления кислорода. И, собственно, эволюцию вот этих ферментов при образовании энергии мы и реконструируем. Это наше основное занятие. Мы можем сказать, что комплекс-1, не будем называть его повным именем, он очень древний. Вот работа Герма Новоковского выводит его куда-то в начало времен. Комплекс-3, он помоложе, но он, видимо, возник в связи с появлением фотосинтеза. Фотосинтез был раньше кислородного дыхания, где-то на миллиард лет, по крайней мере. И они уже сформировались, они работали, они сложные комплексы, они выполняют сложную функцию, и их уже не переделать. И поэтому мы живем с этим и только расхлебываем последствия. Теперь, как митохондрия запускает апоптоз? Сперва было показано, что в ситуации, когда, например, увеличивается количество активных форм кислорода, рост — это активные формы кислорода, реактив oxygen species по-английски, увеличивается количество активных форм кислорода, в этой ситуации что-то происходит, в митохондриальной мембране образуется пора, через эту пору выходит цитохром С, и уже в клеточной цитооплазме, вне митохондрии взаимодействует с белками, белками образуя вот такую сложную машину, которая называется апоптосома. И апоптосом уже запускает вот этот процесс рубления всего клеточного содержимого в капусту, но управляемым образом. В чем смысл вот этого сигнального пути? Дело в том, что у вас что-то поломалось внутри митохондрии. Метахондрия отделена двумя мембранами от клетки. А машину надо собирать снаружи, то есть надо как-то передать сигнал, что мы сломались, и надо убивать всю клетку. И вот сигнал передается тем, что цитохромы выходят наружу, и собирается эта апоптосома. Для этого, чтобы собрать апоптосомы, надо по меньшей мере 7 цитохромных молекул, нужны еще какие-то условия, то есть там еще есть очень хитрый механизм, чтобы апоптосома не собралась случайно. Она собирается очень управляемым образом. Теперь получается, что хорошо бы в каких-то ситуациях тех же травм и, например, инфарктов, инсультов, о чем я чуть подробнее поговорю, предотвратить вот эту апоптосную реакцию, потому что, ну, может быть, там баланс кислорода вернется. Можно спасти, да, не надо убивать. И с одной стороны. С другой стороны, кормить огромное количество антиоксидантов тоже страшно, потому что непонятно, что они делают. Человеческий организм приспособился к этому кислороду. Мы используем кислород. Например, система иммунитета. Именно активными формами кислорода убивают бактерии, можно иммунитет порушить. И поэтому хорошая мысль, такая правильная, это специфически направить антиоксиданты в метафорды. Пусть там они гасят активные формы кислорода, а все остальное останется целое. Как это сделать? В общем, идея, как это сделать, опять принадлежит тому же Владимиру Петровичу Скалачеву и происходит из тех же 70-х годов. А именно взять вот этот проникающий катион, который проходит через любые мембраны, будучи плюсом, повесить на него какой-нибудь груз, и тогда этот груз можно в метафондриях накапливать. Это вот предложил Владимир Петрович, а реализовал это тогда новозеландский, а сейчас английский ученый Майкл Мерфи, который идеей просто воспользовался, и он сделал вот такую конструкцию, она называется метаку, это положительно заряженный катион, проникающий через мембраны, и это головка того же самого убихинона, который в мембране присутствует, как переносчик в дыхании, он очень хороший антиоксидант, он легко отдает электроны, и Майкл Мерфи начал испытание вот этого соединения, весьма с хорошими результатами, действительно замедляется апоптос, отменяется апоптос в каких-то ситуациях. А Владимир Петрович с неким сдвигом по времени, он как-то немножко его смутило, что взяли его идею, его не упомянули, в патенте Скулачева никак не упоминается, например, соответствующим ядным словом, и он запустил свою программу, где он взял свой же собственный Скулачевский ион, и добавил к нему другой хинон, Q это по-английски хинон, поэтому название Скулачевский хинон, и он взял для разнообразия, и у него были очень разумные соображения, хинон, который участвует не в дыхании, а в фотосинтезе, это пластихинон, и он счел, что с пластихиноном оно будет лучше. Основания для этого в общем есть, но в детали я уже раздаваться не буду. И дальше начались грандиозные испытания по всей России, потому что удалось достать деньги инвесторов, и проверяли действия этих, Скулачев проверял свои ионы в России, Мерфи свои ионы в Англии, там тоже грандиозная программа, между прочим, шла все это все эти годы. И выяснилось, что они благотворно влияют в разных ситуациях. Какие эти ситуации? Три группы ситуаций. Это длинный список, я не нашел русского списка, он по-английски. Здесь три группы ситуаций. Эти вещества помогают при разнообразных воспалительных состояниях глаз. Глаз. Раз. Дальше они помогают в ситуациях окислительного шока, а именно раневое повреждение, раз. И второе, это инфаркты и инсульты. Потому что при инфаркте и инсульте на время перекрывается подача крови. Происходит такая бескислородная ситуация в мозгу или в сердечной мышце. Потом как-то процесс восстанавливается, и приходит свежая кровь. И в этот момент происходит сильнейший окислительный шок. И вот в таких ситуациях предварительная дача, например, СКК, она уменьшает раневое повреждение размера чека и так далее. И третья группа эффектов, это уменьшаются признаки старения. То есть жизнь, она удлиняется очень ненамного, там до 10%, не больше. Но при этом вот мыши и крысы, на которых это разнообразно изучалось, они стареют веселее. То есть они там бодрые до самого конца, там не сидеют, усы не выпадают. Это вот длинная причина. Три таких. Не лысее. Не лысее совершенно. Вот как бы всем хорошо. Веселая такая, легкая старость. И легкая старость. И легкая смерть. А на уровне теломераз не смотрели. Я не знаю. Нет, сам Валовник у нас сидит на семинарах. Бывает. Я-то бываю наездами, поэтому я в Германии работаю. Вот. Что я хочу сказать, что это как бы русская история, это английская история. А в принципе таких метахондриально-направленных антиоксидантов множество. И в самых разных местах в мире идет их испытание. Они имеют совершенно разную структуру. Вот, например, Громисодиантемпа, который испытывает Валиан Каган в Питтсбурге. Он тоже выпускник МГУ. Здесь тоже есть головка, которая может служить антиоксидантом. Есть хвостик, который позволяет проходить через мембрану, накапливаться метахондриантом. Это совершенно другая химия, совершенно другая структура. То есть это некий поток исследований, идущих по всему миру. Каждый надеется самым первым создать лекарственные препараты. Ну, такое определенное направление. Конгресс уже собирается создать свой первый лекарственный препарат и выйти на рынок, и лечить там людей каким-то образом. То есть это не то, что только Владимир Скулачев в Москве что-то варит. Нет, варят по всему миру разные люди, огромные деньги в игре. А Владимир Петрович Скулачев, они что сделали? Они сделали замечательный ход. Сейчас, одну минуту. Выше. Они просто сконцентрировались на этих положительных эффектах на зрение и провели испытания препарата против болезни сухой глаз. Это болезнь страшная, несмертельная, но лекарства против нее не было. И выяснилось, что вот зеленые эти палочки, вот этот самый раствор скулачевских ионов, этот сухой глаз достаточно хорошо увеличивает. И на глазные капли относительно легко было получить разрешение допуска, потому что глазные капли идут по другой статье. И в 2012 году препарат против сухого глаза вышел на рынок. Но это грандиозное событие, это первое в истории фармакологии. Ну, я знаю, на лошадях очень успешно. Да, на лошади-лошади. А потом вот удалось... В медицине люди. Для людей это первый в истории фармакологии допущенный, метахондриально адресованный лекарственный препарат. Коллегам в Америке, в Англии до сих пор до людей довести ничего не удалось. Это такой большой прорыв российской фармакологии, безо всякой иронии. Сейчас показано, что этот препарат получил допуск от лекарства против катаракты. Это существенно. И сейчас уже начинаются опыты на людях с пероральным введением этого препарата. Но это годы потребуются, это все понятно. Но, в принципе, первый прорыв, он был совершен. И теперь более такая специализированная часть. Реактивные формы кислорода, они запускают открытие пора. Каким образом это происходит? И Валерин Каган в Америке, у него тоже большая группа, им удалось показать, что происходит следующая вещь. Реактивные формы кислорода, они окисляют молекулы кардиолепина. Это один из липидов, присутствующих в митохондрии. 20% липидов в митохондриях это кардиолепин. И окисленные молекулы кардиолепина взаимодействуют с этим цитохромом С, маленьким белком, превращают его в пероксидазу, то есть меняют его функцию. Он перестает переносить электрон, а наоборот начинает окислять другие молекулы липидов. И когда очень много окисленного кардиолепина накапливается, каким-то образом открываются такие топоры, и цитохром С выходит наружу. То есть оказалось, что кардиолепин очень важен. Кардиолепин это такая необычная молекула, это липид, но у него 4 хвоста вместо 2. И поскольку 4 хвоста, если бы они все были бы такими насыщенными и твердыми, эта молекула вообще бы не могла бы сидеть в мембране. Поэтому хвосты кардиолепина содержат по одной, обычно даже по две двойные связи. То есть это очень сильный мишень для окисления активными формами кислорода. И что происходит? То есть у нас окисляется один из хвостов кардиолепина. В этом месте садятся два атома кислорода, пероксидная группа. И дальше эта пероксидная группа тянет на поверхность, потому что кислород полярный. И вот этот хвост, сидящий на поверхности, он взаимодействует с цитохромом С, раздвигает его, вот этот карман открывается и меняется функция цитохрома С. И он начинает окислять дальше, дальше, дальше. Такое вот усиление, каскад усиления происходит. И Михаил Высоких в лаборатории Скулачева в 2009 году показал, что если на митохондриях искусственно устраивать окислительный стресс, добавляя разные неприятные соединения, то уменьшается количество кардиолепина, раз. А если добавлять, например, вот этот СКК-1, лекарственный препарат, то количество кардиолепина устанавливается обратно. То есть, как бы СКК защищает кардиолепин селективно от окисления. При этом окисления остальных липидов особо и не происходит. То есть, такое ощущение, что окисляется только кардиолепин. Но это вот такие пятнышки классической хроматографии. Валериан Каганов в 2012 году в большой совместной работе, у меня есть даже русское название, лепидомик идентифицирует окисление кардиолепина как метахондриальная мишень для редоксотерапии и повреждения мозга. Здесь они работали гораздо более круто. Они сочетали газовую хроматографию с масс-спектроскопией. И в этой ситуации можно отследить, сейчас расскажу про эту картинку, можно отследить за каждой молекулой. Все-все молекулы, какие у вас есть в системе, вы каждую идентифицируете точно. И в качестве метахондриально направленного антиоксиданта они используют свой конструкт. Я его еще раз показываю. Он совершенно другой. То есть у него что общее, есть головка защищает окисление, есть такой хвостик, который позволяет добираться до метахолики. Они работали на крысах. Они показали, что это вещество накапливается в мозге. То есть оно проходит через гемолитический барьер. Это принципиальная медицинская вещь. Это можно доставить в мозг. И дальше они бедную эту крысу били по башке. Создавали ей травму. И исследовали состав липидов мозга без травмы, с травмой и с травмой, но с добавкой этого вещества через 10 минут после травмы. И вот видите, что у контрольной крысы окисленного кардиолепина очень мало. Красный – это окисленный кардиолепин. У битой по башке крысы окисленного кардиолепина очень много. Действительно происходит окисление кардиолепина. А крыса, которую кольнули этим антиоксидантом, у нее опять нет окисленного кардиолепина. И естественно, у этой крысы и выживание после этой травмы гораздо лучше. То есть это реально опыт. Это такая очень методически крутая работа, которая показывает, что ключевым является именно окисление кардиолепина. Если предотвращаем окисление кардиолепина, то и в общем предотвращаем последствия инфаркта. Когда есть возможность следить все молекулы, то оно и вылезает. Вот в России пока не можем. Да, оно и появляется. То есть грандиозная задача защиты всего организма от окислительного стресса сводится на самом деле к защите метокондриального кардиолепина от окисления. Конкретная задача. Но тут вот следующий вопрос возникает. В метокондриальной мембране есть этого у бихинола огромное количество. Там каждая сотая молекула у бихинола. У бихинола потенциально очень хороший антиоксидант. Он называется вообще уборщик. Да, уборщик. Почему он не справляется с этой работой? И собственно это был вопрос, который Владимир Петрович поставил перед нашей группой в Германии. Он говорит, ну что-нибудь там померите, посчитайте. Потому что это важная задача, почему у бихинола не справляется. Но первая гипотеза, которую надо было проверять, а может быть СКК гораздо лучше, в 100 раз лучше, как антиоксидант по сравнению с бихинолом применить на кардиолепин. Выяснилось, что окисление кардиолепина и влияние на это окисление разных антиоксидантов в мембране. Никто не изучал. Такая странная ситуация, хотя науки очень много об антиоксидантах. Поэтому мы для начала наладили методику запуска окисления кардиолепина в мембране и добавления антиоксидантов, и смотрения, что при этом произойдет. И вот у нас вышло две статьи. Вторая сейчас из Гранок скопировала название. Это российско-германское сотрудничество. Самым ключевым человеком в экспериментальных работах был мой аспирант Алексей Лохматиков. А еще участвовали Дмитрий Черепанов в России, обрабатывав экспериментальные данные. Владимир Петрович поставил задачу с кулачев. И еще немецкие ученые тоже помогали. То есть, что мы сделали? Первое, что я сказал Владимиру Петровичу, что у нас там в Основненбергском университете в Германии традиционно микробиологи работают на мембранных визикулах, липосомах и скордиолепинах. Мы можем наладить их производство. Что мы и сделали. Мы научились получать стандартного размера, стандартного диаметра мембранные визикулы из кардиолепина, как модельный объект. Дальше, зачем следить? И тут нам повезло, такое цыганское счастье. Дело в том, что у кардиолепина есть две двойные связи. Обычно, если происходит взаимодействие с радикалом, откуда мы брали радикал? Тут очень важное было наше интеллектуальное сотрудничество с Владимиром Александровичем Рогинским. Я такой сотрудник Института химической физики, к которому мы пришли, поклонились ножки. Он очень много про все это понимает. И он нас, собственно, образовывал в этой области. И выяснилось, что есть соединение, которое называется азоинициаторами, которые с постоянной скоростью распадаются и генерируют радикалы. То есть не надо ничего добавлять, просто идет медленная генерация радикалов. И вот радикал азоинициатора взаимодействует с кардиолепином, образуется радикал уже кардиолепина. И дальше происходит перестройка, в итоге которой образуется такая система двойная связь, одинарная связь, двойная связь. Это называется сопряженные связи. И вот такой конструкт, он поглощает очень сильно свет в ультрафиолете при 234 нм. И можно в реальном времени смотреть, как у нас кардиолепин окисляется. Что мы и делаем. Красота вообще-то. Красота. Хорошо. Просто, но хорошо. И в общем, вот один из опытов. Этот опыт, в котором мы сравнивали СККУ-1, вот этот проникающий антиоксидант, убихинон-КУ-10, тот, который в наших метанхондриях, конзим-КУ. И до кучи мы еще взяли альфатокоферол, который известен в народе как витамин Е. Витамин Е и КУ-10, они нерастворимы в воде, поэтому все это в каждом опыте исходно добавлялось при приготовлении липосом, дальше запускалась реакция, и дальше какое-то время окисление не шло, а потом оно начало разгораться, это минуты. Через час-два оно начало разгораться и бодро идти вверх. И когда мы стали анализировать эти данные, выяснилось, что вот эти 1-2 часа практически ничего не происходит. В случае хинонов, причем как искусственных, так и натуральных, а вот, например, в случае витамина Е, какое-то окисление шлоп. И это данные обработаны, например, количественно, которые показывают, что без антиоксидантов у нас окисляется 300 наномболей, кардиолепина в минуту, а с антиоксидантами где-то в 100 раз меньше. Причем СКК-1 такой же хороший антиоксидант, как натуральный убихинон. Зря мы на него грешили, то есть убихинон очень хороший антиоксидант. А вот удивительным было, что витамин Е оказался в 3 раза хуже, хотя вся литература утверждала прямо противоположную. Это вот вопрос, как мерить. И это вот количественная табличка. И здесь вот интересно вот этот столбик, который показывает, сколько раз может перепрыгнуть радикалы между молекулами кардиолепина, запуская каждый раз окисление следующего, цепная реакция, за которую Николай Николаевич Семенов получил первую русскую премию по Нобелевскому, по химии. Без антиоксиданта 28 скачков осуществляет радикал, пока погаснет сам по себе. А вот с хиноновыми антиокислителями где-то 0,3-0,2, то есть даже на один скачок не хватает, а с витаминами Е 0,9, но это один. То есть каждый второй раз он успевает доскакать до соседней молекул. То есть витамин Е не такой хороший антиоксидант, как считалось. В общем, выяснилось, что природный убихинон защищает кардиолепиновые мембраны так же хорошо, как искусственные направленные антиоксиданты. Убихинол ни при чем, он очень хороший антиоксидант. Почему он не справляется со своей работой в мембране? И уже методом исключения, как бы думая, что у нас остается. У нас немного остается. Дело в том, что в мембране, и это тоже развитие последних 10 лет, было показано, что эти дыхательные комплексы могут существовать отдельно, а могут образовывать такие большие суперкомплексы, где они взаимодействуют друг с другом. И оказалось, что кардиолепин стабилизирует эти комплексы. Это опять придумал Скулачев в 1972 году. А его аспирантка, бывшая Евгения Милейковская, существенно позже работая в Хьюстоне, она экспериментально показала. Дело в том, что у кардиолепина 4 хвоста. И он может одним хвостом залипаться за один белок, другим за другой, третьим за третий, и держать их между собой. Поэтому метахондриальный кардиолепин, он присутствует в этих суперкомплексах. Их сейчас научились, наконец, выделять, не разрушая. Это жесткая структура, треугольник такой. Она мягкая структура, очень трудно выделить, чтобы он не развалился. Когда их выделяют, выясняют, что там несколько сотен молекул кардиолепина выходит с каждым из этих комплексов. Вот такая еще называют красивая респиросома. И в эти комплексы входит и комплекс 1, и комплекс 3. То есть, те два комплекса, которые генерируют активные формы кислорода, они внутри. То есть, здесь генерируются активные формы кислорода. Здесь сидит, я подозреваю, большая часть кардиолепина. И может окисляться этим кислородом. И здесь, опять же, структура этих комплексов известна. И в каких-то из них кардиолепин даже сидит не между комплексами, а внутри белков. У него там есть специальная функция, в которую я не буду вдаваться. Но нам вот, например, мы проследили эволюцию, как белок держит. Вот это кардиолепин голубенький. А это вот группа белка, которые держат этот кардиолепин внутри. И в, например, при переходе от бактерий к дрожжам, это связки, они появляются новыми кислородами, которые держат. То есть, у вас есть захваченный, спрятанный кардиолепин внутри. Он может окисляться активной формы кислорода. Но может ли до него добраться вот эти грандиозные молекулы бихинола из мембраны? Скорее всего, нет. А вот маленькие молекулы амфифильные антиоксидантов самой разной природы, они могут добраться до этих молекул кардиолепина, просто потому, что они могут войти из воды. Вот в этой статье, о которой я говорил, мы показали, что возможно защита кардиолепина приходом из воды. То есть, в этой ситуации он приплывает, этот антиоксидант, встраивается положительный заряд, держит его на поверхности, не позволяет войти внутрь. А вот хиноная головка, она оказывается примерно на уровне тех двойных связей, которые надо защищать от окисления. И, собственно, всё. То есть, выводы моей сегодняшней лекции – это то, что митохондрии наших костей, рыбок, шеи, можно и нужно лечить, чтобы оставаться здоровыми. То есть, имейте здоровые митохондрии и будете здоровы. Да, имейте здоровые митохондрии и будете здоровы. Вот. Это важно, особенно, на мой взгляд, это важно именно в этих посттравматических состояниях, в самом широком смысле. Особенно это важно, чтобы предотвращать чрезмерное воспаление, потому что сепсис – это, скорее всего, чрезмерный апоптос, а вовсе даже не эффект той бактерии, которая у нас сидит. Эти реакции надо гасить. То есть, организм так устроен, что он перерабатывает. Популяции выгоднее убрать больную особь, чем там разбираться и вылечивать. Вылечивать – это наша задача, уже людей друг друга вылечивать. Вот. Поэтому это очень важно. И важно, что целенаправленно уже лечится не только человеческая клетка, но и гость этой клетки. Я думаю, следующим этапом это будет целенаправленное лечение бактерий, которые живут в нас, часть из которых из них полезны. Пора и их скоро лечить, я думаю, к этому придет. Чем глотать антибиотики. Да, может, кого-то надо лечить, и он там победит плохие бактерии сам. Может быть. Из таких митохондриально адресованных антиоксидантов только глазные капли наши российские, пока на рынке фармацевтическом. В Германии говорят яйни, да и нет. На рынке из допущенных как лекарственный препарат только русские глазные капли. Значит, основной конкурент Майкл Мерфи. Он не догадался лечить от сухого глаза. Он стал испытывать свой препарат против болезни Паркинсона. Он совершенно не помог. И непонятно, почему должен был помочь. Но в этих опытах было показано, что он не токсичен. Поэтому вот это соединение Майкла Мерфи доступно в Америке и в Англии как пищевая добавка. Но вы не можете... Непонятного действия. Да, непонятного действия. То есть вдруг сработает. Да, пищевая добавка. Но понимаете, в случае постинфарктного, постинсультного состояния надо в вену вводить препарат и больному человеку. Пока не будет реального допуска, говорить просто не о чем. Поэтому надо ждать. Опыты идут, испытания идут. Я думаю, через какое-то количество лет будут допуски в вену. Еще о чем я забыл сказать, что поскольку эти препараты накапливаются в митохондриях, действующая концентрация, которая дается, и в тех же случаях тех же глазных капель, она в миллион раз меньше, чем у обычных лекарственных препаратов. То есть это совершенно и крохи, они никакого побочного действия оказать не могут, потому что очень мало. Они накапливаются в митохондриях и там работают. Больше они как бы... Никуда не идут. Да, больше они никуда не идут. Поэтому я думаю, что все испытания на добровольцах, они будут в высшей степени положительными, и все будет хорошо. И, собственно, результат нашей работы, что терапевтическое действие митохондриально адресованных препаратов на фоне огромного количества бихинолов и эмбране, видимо, связано с тем, что они могут непосредственно добираться до спрятанных, защищенных молекул бихинолов, будучи маленькими, способными идти через водную фазу и защищать их от перекисного окисления. И такое же совершенно философское замечание, это то, что поскольку кардиолепин окисляется первым, так как он находится там, где образуются активные формы кислорода, может именно поэтому эволюция, перебирая варианты, выбрала его как стартовый пункт. Да, стартовый пункт вот этого сигнального каскада, потому что чем быстрее клетка снаружи узнает о непорядке в митохондрии, тем лучше. И вот в этом году вышла статья Валериана Кагана, меня все время смущало, зачем убивать всю клетку, если сломалась одна митохондрия. А есть специальный механизм клетки съедать плохую митохондрию, это метафагия. И вот Каган, сейчас вышла статья, он показал, что метафагия запускается появлением окисленного кардиолепина на внешней стороне митохондрии. Тот же самый кардиолепин запускает и метафагию. То есть клетка в каких-то не очень критических случаях может съесть сломанную митохондрию, в более критических, и надо еще понять, как она это различает, она съест всю клетку. Метафагия – это то, чего нет в учебниках, насколько я понимаю. Ну, метафагия, она есть. В учебниках ее нет. Нет, я имею в виду в учебниках. В учебниках нет, но метафагия и есть. И она запускается появлением окисленного кардиолепина на поверхности митохондрии. Это тоже то новое явление, о котором мы узнали сегодня, например. Большое спасибо. Сейчас я задам вопрос, который имеет к митохондриям весьма обосредованное отношение. Я хочу обратиться сейчас к твоей, можно сказать, главной деятельности научной, насколько я понимаю, к твоему страстному научному интересу, а именно к вопросу о происхождении жизни. На чем я остановилась в своих познаниях в этой области, в 2012 году большая, хорошая, огромная, представительная группа авторов вышла в ваша статья в ПНАСЕ, в ТУДАК, Национальной Академии Наук США, где уже была, так сказать, обоснована, продекларирована альтернативная теория, альтернативная, общеизвестная теория о происхождении жизни в морях. Теория, как ее стали называть теплых луж, на самом деле теория возникновения нашего общего предка в бескислородных термальных полях, теплых лужах, которые богаты определенными элементами. Я помню, цинк, молибден, кажется, да? Магний. Магний, марганец. Да, марганец. В каком состоянии сейчас? То есть, ну, такой, может быть, и вопрос не то, чтобы с подковыркой, но просто интересно знать, вас удовлетворяет та степень распространенности и признания этой идеи, которая имеет место сейчас, или все-таки устоявшаяся теория, она побеждает в головах людей? Какие новые работы, может быть, новые данные? Вот что с этой теорией сейчас? Чем вы сейчас занимаетесь? Своими авторами, я знаю, в Америке есть, в биоинформатике в частности. Значит, отвечаю. А сколько мне времени отвечать? Ну, 10 или 3, 2? Ну, ладно. Отвечаю. Мы занимаемся все время реконструкцией истории отдельных ферментных комплексов. Мы вот все время и занимаемся, и занимались, и занимаемся сейчас. Мы пытаемся понять, как вот эти ферменты преобразования энергии возникли, потому что они очень сложные, они из составных элементов, и как все это собиралось. Это все можно сделать, используя сравнительную геномику и сотрудничать с Михаилом Гальпериным и Евгением Куниным. В Америке мы этим занимались и занимаемся. Как побочный результат. Как побочный результат. Мы вышли на эту историю с геотермальными полями, потому что оказалось, что самые древние ферменты, мы стали разбираться, какие неорганические ионы нужны самым-самым древним ферментам. Есть их в списочек, которые вот в самом первом общем предке были. И оказалось, что какие-то из них, и самая главная система синтеза белка, она нуждается в том, чтобы калия было больше, чем натрия. В море натрия больше, чем калия. Это было так всегда. Поэтому система синтеза белка не могла в этих условиях. Но в море она маловероятна. Она маловероятна. Поэтому мы стали искать, где больше калия, чем натрия, и вышли на эти геотермальные системы в сотрудничестве с Андреем Юрьевичем Бочковым с геологической факультетом МГУ, который ими занимается. И там действительно калия больше, чем натрия. И мы напечатали эту статью в ПНАСе. Но, что я хочу сказать. Это совершенно все не новое, потому что мы там цитируем знаменитую, самую знаменитую статую из Дарвина, что жизнь зародилась в маленьком темном груду. До Дарвина вообще ничего не было. Первое. Второе. Нет никаких оснований считать, что жизнь зародилась в море. Нет никаких доказательств. Их нет. Может, это красиво просто. Вышли из моря. Я следил. Потом же куча вот этих эволюционных, не эволюционных, как палеонтологических свидетельств, как появляются из жабора ноги. Да. Нет. С этим пришлось разбираться. И выяснилось, что идея восходит к этому Филету Мелесскому, который сказал, жизнь родилась в море. Ну и потом это никто не проверял. Повторяли. За исключением Дарвина. Но Дарвин был очень умный. Вот. Это первое. Второе, что уже в 1949 году Джон Бернелл, великий английский кристаллограф на самом деле, он напечатал книжку «Происхождение жизни» очень глубокую, где он отметил, что все биологические полимеры, белки, ДНК, полисахариды, они образуются не реакцией полимеризации, а реакцией конденсации. Это реакция, при которой выделяется вода. Это означает, что спонтанно эти реакции могли только идти там, где воды не было, где вода убиралась. Вот. Поэтому он написал, что, скорее всего, жизнь возникла в условиях переменного увлажнения. И он предположил... Вот эта вот теория, где в порах камней, да, вот что-то такое было. В порах камней он предложил приливную зону. Да, да, да. Вот. Приливная зона. То есть уже было понятно, что должно быть периодически сухо. И, собственно, и все время рассматривалось с профессиональным сообществом вот такие приливные зоны. Пока люди не обратили внимание на эти геотермальные поля. О них стал писать первым, на самом деле, Дэвид Диммер в 2006 году, что может быть и там. Об этом писал Джек Шосток, потому что ему по своим химическим соображениям... В общем, сухой остаток такой, что химики, они, безусловно, предпочитают вот такие геотермальные системы, потому что никакую химию в море они там провести не видят. У химиков большой прогресс, потому что они сейчас, наконец, научились получать вот нуклеотиды. Вот Джон Садерленд, совершенно потрясающие работы. И они получают, стартуя с формамиды, очень простая химическая молекула, которая могла быть на древней Земле. Вот. Концентрированные растворы формамида при нагревании, освещении ультрафиолетом, что бы ты с ними ни делала, они сразу превращаются в аминокислоты, в нуклеотиды, все работает. Но формамид, как его накопить в древних условиях? Формамид имеет одну главную для нашей рассказа особенность, он кипит при 200 градусах Цельсия. Это означает, что если у вас есть какая-то лужа, и она начинает высыхать, то сперва уходит вода, остается формамид. И дальше вот начинается формамидная химия. Поэтому все химические свидетельства, которые сейчас идут лавиной, они в пользу высыхающих каких-то систем. Мы утверждаем, что это континентальная система, и не только мы это утверждаем. Кто-то может говорить, что какие-то там лагуны высыхающие. Единственное, чего никуда не лезет, и никаких доказательств нет, и ни с чем не согласуется, это глубоководные геотермальные системы. Они очень модные в научно-популярной литературе, но тому нет никаких доказательств. То есть там жизнь не могла возникнуть, к сожалению. Мы продолжаем предпочитать, мы сейчас много работаем, пытаясь понять на молекулярном уровне, сейчас вот у меня аспирантка заканчивается, на молекулярном уровне, каким образом и почему калий катализирует какие-то самые главные реакции ферментов. А натрий не может. Химически они очень близки, но вот мы нашли некие различия. Мы можем даже это объяснить. Из наших данных следует, что вот эти ферменты формировались в богатой калием среде. И поэтому мы говорим, что нет не лагуны, а именно вот континентальные какие-то озера, системы, где было больше калия. То есть у нас вот на этом соотношении калинатрии построена аргумендация. Мы сейчас сами получаем какие-то данные и будем, видимо, скоро опять печатать цикл работы на эту тему. Успехов вам! Большое спасибо! Будем рады снова видеть в этой студии. Спасибо!